Одним словом, вряд ли я мог бы описать и сказать. Это было бы, наверное, не совсем, может быть, абсолютно искренне к себе. Не скажу, что это не уверенность, это скорее, наверное, желание найти поточнее свою ноту. Не всегда, не во всех работах удается. Мне очень важны эмоции, важно скрытые эмоции, неброские, небыстросчитываемые. Мне это импонирует лично, когда я беру, казалось бы, ясный жанр, пейзаж. Хотя я не могу сказать, что занимаюсь пейзажной живописью как пейзажист, но как-то так получается, что, рассуждая о человеке или о городе, состояние отсутствия, может быть, движения какого-то активного, какого-то проявления. То есть мне близки, интересные, такие тихие, очень сдержанные, отчасти такие романтические проявления в том, что я делаю. Не могу точно абсолютно сказать, что это так, но это есть и в колорите, это есть в композиционном строе, который я выбираю иногда сознательно, но понимаю, что я хотел другого, а получилось так, как всегда. О чем-то это говорит, о том, что все равно вырабатывается уже какой-то свой ракурс, взгляд. Как правило, для меня это полупустые или практически пустые линии горизонта, пейзажа. Я вполне представляю, что в кротине один горизонт сам по себе это уже емкое информационное ядро, от которого можно строить все. Часто я сам понимаю, подсознательно я ищу такие, в общем-то, три ипостася. Это небо, горизонт и земля, или небо, горизонт и вода. Я это ищу, потому что я сам знаю, что даже когда я не с материалом, с кистью, с холстом, то я просто люблю погружаться в это. Я думаю, это свойственно очень многим людям. Могу сказать, что, конечно, энергетика воды и какие-то прибрежные мотивы меня прельщают больше, поэтому если говорить о месте, где я живу и делаю, то есть перми, соответственно, кама для меня очень мощная, символическая и в то же время конкретная субстанция. Без камы невозможно ее представить. Кама давала жизнь, то есть люди селились около этого, и жизнь шла дальше по, вглубь, так скажем, географические перми. То есть она и питала, и сейчас, когда смотришь, что она тихая, отчасти забытая, сейчас пытаются около нее строить там зоны развлечения, как-то людей подтягивать снова, обращать к реке. Я помню себя ребенком в советское время, кама это была бурлящая, там бесконечная, трудовая, как называли, река, то есть это бесконечные плоты лесосплава, это теплоходы, пароходы, метеоры. Взгляд переключался еще на людей, на корабли, на технику, поэтому я изображаю там птицу летящую и называю это над камой, потому что я в какой-то момент, когда стою на берегу, то я не обращаю больше внимания на происходящее. Хочу представить, что сейчас меня как лист осенний или как птица меня начнет воздухом подбрасывать. В момент, что ты над большой камой летишь, как будто над морем, хотя ты видишь берег дальний, представляешь ширину, но мне иногда кажется, что наша река, она вполне обладает какой-то, при том, что это женское роде, да, имя кама, но она обладает еще и сильной мужской энергией. Это магнит, одним словом, это какой-то внутренний магнит, который меня время от времени, как и многих, тянет и мне хочется высказаться по поводу, по поводу состояния, поэтому я не люблю эффектное состояние, поэтому мне очень много в сером. Серый для меня богатый, колористический мир, и я люблю очень в сером там, поскольку зима полгода и больше, я серое наблюдаю, изучаю, коллекционирую, можно сказать, и поэтому мне нравится именно быть в состоянии серого, которое дает покой, некого равновесия, когда ты не сбит бликами, не сбит суетой, шумом. Наверное, это момент, когда просто момент единения, в хорошем смысле, без грусти и сожалений, а радостного пребывания в единении с природой и вообще. Бывав перед какое-то время, в состоянии, когда был снег, и я пришел и видел такую темную, глубокую, очень серо-чернильную такую нашу вот воду, которая обладает такой какой-то густой такой цветовой фактурой, цветом. Я не строю классическое пространство, как обычно делается это в пейзажах, я даже немножко выворачиваю, чуть-чуть ломаю плановость, то есть здесь я показываю некий стык двух больших диагоналей моста и прибрежных льдов. Иногда я не очень переживаю по поводу, насколько там один или тот фрагмент работы строится абсолютно планово, там четко, очень проработанно. Для меня важно создать изначально и вот эту остроту, которой я задумываю свою композицию. Мне интересно вот эту остроту сохранить от первого сеанса до последнего или это односеансная работа, сделать ее в одном дыхании очень важно. Я сам чувствую, что работа удалась, если это дыхание не сбито. Я попытался максимально сгусток энергии, который во мне, сразу оставить в работе. Я стараюсь очень выборочно и трепетно относиться вообще к помещаемым объектам в работе. Порой я откажусь скорее от многих, чем перенасыщу чем-нибудь. И как зрителя, который приходит на выставки, и как автора, который что-то делает в мастерской, важно, чтобы работа несла импульс, первый, важный, сильный. Потому что в работе много еще есть выполнения, там, своя проблематика, свои, так скажем, законы. Но, тем не менее, что-то должно объединять работу. Она должна, мне кажется, вызывать, в первую очередь, эмоциональный отклик в зрителей, а второе, по возможности постараться пустить зрителя и хотя бы побыть на какое-то время вместе. Пусть даже человек не понимает, это нормально. Главное, чтобы зритель хотел вернуться, если она на человека воздействовала, а он потом это находит в жизни. Ему очень лично, самому приятно быть сопричастным к тому, что он понимает, что искусство — это не просто, наверное, отражение реальности, не просто отпечаток какой-то вот некого изображения, а это больше. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok